Дорогие друзья, я попытаюсь выступить на таком очень уважаемом мероприятии, на таком круглом научном столе и попробовать себя в качестве начинающего сотрудника Я пытаюсь, что в качестве футболиста, который я буду выступать Я стараюсь, что я могу сказать, что я буду выступать в рамках Я стараюсь, что это по-другому. Я стараюсь, что я буду выступать. сегодня. И, мастер-уркуде, мне пришла эта идея, и я тоже сделаю, что это делается в роли русской diplomатики в республике, и, в период, в период оперативного первого республики. И сейчас я хочу читать все, что я приготовил в республике, и я надеюсь, что, по-другому, это делается в республике. Целое столетие отделяет нас от Первой мировой войны, которая была названа Дмитрием Сергеевичем Сазоновым, министром иностранных дел России, европейской и величайшим преступлением против человечества. Именно та война доказала, что на самом деле является пороховой погребой Европы. В приперии столетия со дня начала Первой мировой войны уместно вспомнить о роли российской дипломатии, переломные моменты трагических событий войны 14-18-го года. После начала военных действий деятельность российской дипломатии засоредоточилась на укреплении союзнических отношений и поиска новых союзников Антанте, в обеспечении международной изоляции держав Тройственного Союза и разработке послевоенного мироустройства. Исполнением так называемых исторических заветов российской дипломатии стали соглашения 1115-го года о будущем Константинополе и Черноморских проливов. Хотя, в силу известных всем причин реализовать эти договоренности 15-го года российской империи так и не удалось. В условиях военного времени произошла существенная модернизация внешнеполитического ведомства России. Были существенно расширены его функции, в том числе за счет обширной гуманитарной деятельности. Активная помощь была осуществлялась активная помощь военнопленным и раненым, оказывалась поддержка российским подданным, оказавшимся на территории государства противника и так далее. Впервые российские дипломаты столкнулись с задачами столь масштабными, от решений которых зависело само существование государства, потребовавших выхода на новый, более высокий уровень политической работы и налаживание интенсивных международных контактов в достороннем и многостороннем формате. Российские дипломаты активно содействовали укреплению союзнической коалиции, обеспечению взаимодействия со своими главными партнерами, добивались международной изоляции Германии, разрабатывали программу послевоенного сотрудничества. В контактах с союзниками дипломаты не допускали ущемления национальных интересов, показали себя опытными и искусными переговорщиками. Реальность военного времени потребовала отметить России осуществление информационно-пропагандистских и контрпропагандистских функций, использование внешних рычагов для снабжения армии, в заботе о военнопленных. Все больше заявляли о себе публичная и экономическая дипломатия. Происходила оптимизация структуры внешнеполитического ведомства, в рамках которого были созданы отдел военнопленных, особый политический отдел, правовой и экономической департаменты. Россия принадлежала в той группе государств Антанте, которая была больше заинтересована в сохранении существовавшего раздела мира, нежели в его переделе. Министр иностранных дел Сазонов и сам Николай II вплоть до последних дней июля 2014 года предпринимали усилия, направленные на дипломатическое урегулирование конфликта. С военной точки зрения, для России, которая только недавно приняла для себя большие программы по развитию армии и флота, начало войны в 2014 году было крайне выгодным. Кроме того, внутреннее положение страны внушало правящим кругам определенные опасения. Интересы России были озвучены в первый месяц войны, так называемым и моральными Сазоновы. Они сводились к максимальному ослаблению Германии и Австро-Венгрии, отражению одних ряда земель в пользу России и ее балканских союзников, а также получение контроля над проливами Босфор и Дертонеллы, которые принадлежали Сурску. В 1915 году Сазонову удалось добиться принципиального соглашения от Англии и Франции, что вопрос по проливам будет решен в интересах России. В 1916 году страны Антанты совершили, правда, лишь на бумаге, раздел свое влияние на Ближнем Востоке. Все это свидетельствует об успехе нашей дипломатии, которой по известным причинам, как я уже отметила, в силу революции, им не удалось быть реализованными. Хотя Россия накануне войны была одним из лидеров по темпам промышленного роста, по абсолютным же экономическим показателям она уступала своим союзникам. Именно структурная слабость экономики и низкая производительность труда внутри страны обусловили ключевые проблемы, с которыми столкнулась Россия в 15-16 годах. Все это сформировало особый характер отношений с союзниками. С одной стороны, Россия справедливо стремилась к координации военных действий, чтобы быстрее добиться победы. Но, с другой стороны, в наших интересах было не допустить разгрома союзников, иначе мы могли бы остаться с врагом один на один. Отсюда и обусловлена готовность идти своим союзникам навстречу. Министр иностранных дел Сазонов проявил неистощимую энергию в деле выводки странами Антанты совместной программы после военных изменений карты мира. Последнее, а именно соглашение по Черноморскому проливу было важным для России, важным шагом на пути к решению одной из коренных задач внешней политики России, которая всегда стояла перед ней. Она была в первую очередь продиктована торгово-экономическим развитием страны, а также стратегической необходимостью, подтвержденной вековым историческим опытом. В конкретной исторической обстановке мировой войны соглашение о проливах укрепило уверенность союзников в сохранении и упрочении антигерманской коалиции во имя достижения победных противников. Личный же вклад Сазонова в достигнутые соглашения был огромен. Это была многотрудная дипломатическая акция, осуществленная российским министром на фоне предшествующей борьбы вокруг острейшей международной проблемы. С именем Сазонова также связываем подсказ России от политики балансирования с целью избежания внешнеполитических осложнений, окончания проведения политики лавирования между Англией и Германией, крутой попорог внешнеполитического курса России, направленная на всемирное укрепление тростиного согласия с участием России, Франции и Англии. Отставка Сазонова с поста министра иностранных дел России, во всей видимости, была связана с той позицией, которая была занята дипломатом и так называемого министерского кризиса в России в 2015 году, а также с его позиции по польскому вопросу, расхождением во взглядах на характер отношений союзниками министра и окружения императрицы Александра Федоровны, стремлением министра находить общий язык с Думой. Чтобы не допустить расколов правительства и усилить контроль за внешнеполитической деятельностью, Николай II освободил Сазонова от обязанностей министра иностранных дел в июле 2016 года, назначив на этот пост пост Штрюмера, что не привело к изменению внешнеполитического курса страны, лишь вызвало охлаждение отношений между МИДом и его союзниками. Принимая или принимая и рассматривая политику России, румынские правящие круги были заинтересованы в сохранении равновесия в юго-восточной Европе, а не в австрийском или германском всевластии, при этом осознавании доминированного проблемы или рождения такой проблемы, как Рансильвания. Необходимо отметить существенную зависимость румынской экономики начала XX века от германского рынка именно немецкие промышленники доминировали на ремки нефтяной промышленности Румынии. Одним из противоречий или не согласен румынской дипломатии с российской позицией, было недопущение образования сильного славянского государства на своих границах. Здесь именно речь идет о Болгарии или Сербии. Нельзя снимать со счетов и всегдашнюю антирусскую подозрительность румынского эстеблишмента, а также немецкие корни короля Карри, крепко державшие образы правления внешней политикой. Нельзя пренебрегать и культурно-идеологическими связями, когда большинство румынских политиков того времени проходило немецкую школу и университеты. К 1908 и 2010 годах, именно после русско-японской войны, стало уже ясно, что российский внешнеполитический курс будет очень осторожным, порой нерешительным и колеблющимся, но с ориентированием на сохранение и отстаивание своих национальных интересов. Желание царя Николая II самостоятельно вести внешнюю политику империи, вслушиваться и вдумываться в порой неоднозначные советы окружающих, заигрывание Кайзера Вильгельма, в кавычках, со своим кузеном, все вместе компоненты давали возможность румынским государственным деятелям начать прощупывать возможность территориальных превращений за счет Болгарии или Сербии. Несколько слов хотелось бы сказать о восприятии Первой мировой войны сейчас в России или России. Для нас Первая мировая война стала незаслуженно забытой. Здесь вопрос, почему? Ответ, наверное, напрашивается сам Собот, потому что долгое время в нашей историографии данную войну называли империалистической. Но, по сути, получается так, что Россия проиграла эту войну уже проигравшей стороне. По сути, мы капитулировали перед ней, а она через некоторое время капитулировала перед Антантой. И это результат, который назван президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальным предательством тогдашнего руководства страны. Цена этого поражения и цена этой капитуляции была довольно-таки высока. мы многое потеряли, потеряли огромные территории, потеряли огромные интересы. Мы отдали эти интересы ради партийных интересов только одной группы, которая хотела таким образом стабилизировать свое положение у власти. Почему мы обращаемся сегодня к истории Первой мировой войны, к ее истокам? В первую очередь не для того, чтобы выяснить или выявить, кто является виновником той войны. Мы не собираемся делить войну на то, кто был просто ее участником, кто был просто победителем, кто был побежденным. Главный урок Первой мировой войны, на наш взгляд, заключается в том, что будущее мирового сообщества состоит в органичном сочетании национальных, региональных и глобальных интересов, не в попытках силой в ущерб другой стороне обеспечить свою безопасность. Мы продолжаем отстаивать тезис, который симулировал концепции внешней политики Российской Федерации и выступаем за устойчивую безопасность, которая может быть равной, только равной и только неделимой. Поэтому Российская Федерация ставит во главу угла установление справедливого и демократического меропорядка основанного на коллективных началах решения международных проблем и на реализации международных проблем. Спасибо. 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 Прог Juda Спасибо. 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 Спасибо.